Всем привет ребят, с вами снова Лёха и под прошлыми историями из жизни вы набрали более 50 тысяч просмотров и просили продолжать этот формат. Ну что, это вторая часть истории из жизни, погнали! А также ребят, я бы вас хотел очень сильно попросить, пожалуйста, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, помогайте с его продвижением, досматривайте ролик до конца. Всё это поможет мне продвинуть канал и наконец-то добить эти заветные 100 тысяч подписчиков, о которых я уже 3 года мечтаю, как бы. Ну, вы там сами понимаете, мотивация для меня повышается и всё такое. Ладно, ребят, погнали слушать истории! За всё то время, что я снимаю ролики, связанные с тем, что я рисую, у большого количества людей возникал вопрос. Лёха, а ты ходишь или ходил когда-нибудь в художку, или на какие-то курсы, или на прочее? Нет, ребят, я не ходил в художку, в художке я был 2 раза. Первый раз в художку я пошёл именно записываться на то, что я буду учиться рисовать, ходить туда, делать классные штуки. Но что-то пошло не так, мне всё это там дико не понравилось, и в результате спустя 2 часа мы просто сидели с пацанами и пили в ней пиво. Да, это было неплохо. Это был мой, наверное, самый долгий опыт нахождения в художке. Да, пить пиво вместо того, чтобы учиться. Ха, ну просто я никогда не думал, что, в принципе, я в дальнейшем свяжу свою жизнь с тем, что я буду рисовать, и это станет моим, как бы, не просто каким-то хобби, который я иногда чёркаю в тетрадке, а станет полноценной работой, да и, в принципе, стилем жизни. Это прикольно. Просто многие учителя, родители, какие-то знакомые мне говорили, что, Лёх, ты же очень хорошо шаришь в электронике, ты же такой прикольный инженер, поэтому ты будешь инженером. Ну, я поступил на инженерную специальность и чё-то понял, что не буду я инженером, потому что это не круто. Математика, физика, это не моё, это очень сильно не моё, не хочу я такого вообще в своей жизни видеть и знать, вот. Также многих людей интересовал вопрос, почему же всё-таки в конечном итоге я пришёл к тому, что сейчас я снимаю видосики, рисую картины, рисую вообще всё и почти каждый день своей жизни. Так вот, ответ на этот вопрос я, наверное, сам не знаю, я не помню тот момент, как произошёл этот щелчок, что меня переключило опять на то, что я хочу рисовать. Я помню только то, что граффити я забросил, когда ещё учился в последних классах школы, ну, так, иногда что-то рисовал, и мне в голову сбредило то, что, Лёх, ты должен научиться рисовать персонажей. Все твои кенты рисуют персонажей, а ты рисуешь кривые буковки, давай-ка ты будешь рисовать персов. Ну, естественно, я что-то начал, но у меня нифига не получалось. Получались какие-то странные аниме-челики, и я такой, ну, нет, я, пожалуй, это как-то отменю. Но в девятнадцатом году происходит то, что Лёша покупает себе первый графический планшет. И как раз-таки пошло-поехало вот эти персонажи с длинными глазами, с кривым зрачком, где много глаз, где много каких-то всяких штук. И всё это пошло-поехало, и мне что-то как будто опять вдохновило работать этим. Я попробовал выпустить свои первые стикеры, я попробовал рисовать для кого-то, и мне это начало нравиться. Оно начало приносить какой-то доход, и я такой, ёоу, походу я понял, чем я хочу заниматься. Ну, а теперь самое интересное. Как же всё-таки я попал в так называемый видеоблогинг, да и вообще в медиасферу. Всё началось в 2018 году, Лёша тогда работал продавцом вейпшопе, я шёл спокойно в скейт-парк пацанам, пил пивасик, и смотрю, что-то лежит на земле. Поднимаю, а это оказалась камера Sony, на которой я снимал, наверное, полтора года до того, как у меня появился нормальный телефон, и я смог снимать на него. В принципе, сейчас все свои ролики я снимаю на телефон, но эта камера сделала, в принципе, всё для того, чтобы я хоть как-то стартанул. Я не умел ни монтировать, ни снимать, абсолютно ничего, я просто ставил как-то камеру, что-то на неё говорил, еле как это склеивал в Вегасе и выкладывал в интернет. Естественно, за год, наверное, с лишним на ютубе я набрал 600 подписчиков, снимая всякий трэш, у меня не было никакой монетизации, я также продолжал работать в вейпшопе, либо ещё где-либо, но, в принципе, ничего нового-то и не произошло. Потом в моей жизни совершенно случайно появился ТикТок. Как раз-таки Руслан, Юлик начали снимать обзоры на него, и я скачал его с мыслью о том, блин, хочу попробовать, а может быть я там тоже таких же додичей найду, буду снимать реакции на ютуб и стану очень крутым. Но я нашёл как раз-таки свой старый круг общения в ТикТоке, а именно чуваков, которые делали мемы. И, естественно, потому что ТикТок тогда ещё только развивался, там в основном были танцы и липсинги, и мы с пацанами начали клепать мемасы, мы начали просто двигать вообще мем-движуху в массы, и, естественно, на этом я начал набирать свою первую аудиторию. Мой первый ТикТок-канал был 200 тысяч подписчиков, 200 тысяч для меня на тот момент, даже в том же ТикТоке, даже если учесть, что я с него зарабатывал максимум тысяч в пять месяц, это было что-то просто вообще невообразимое. Но потом эра мемов немного подутихла, начали появляться новые чуваки с новым контентом, естественно, мой канал просто начал умирать, просмотры ушли в какое-то вообще днище, куда-то просто умерли. Ну и год назад я принял решение создать новый канал, начал перегонять туда народ, но и попробовал на нём закастомить первую, я не помню, шоппер вроде, и это стрельнуло. Людям понравился мой стиль в плане рисовки, ну и я решил, почему бы не двинуть этот канал. Ну, сейчас на этом канале 780 тысяч подписчиков, как бы за год я считаю почти с ноля, если учесть то, что я не заходил на него как чувак, снимающий мемы, я заходил на него как чувак, именно рисующий картинки и вообще иногда даже не показывающий своё лицо. И я считаю это очень неплохим результатом, потому что, в принципе, благодаря ТикТоку я начал продавать своё творчество не так, как раньше, типа, ну блин, продам эту работу за 500 рублей. Нет, я просто начал ценить себя, ценить время, я начал находить людей, которые давно этим занимаются, которые мне объясняли даже, какие цены стоит ставить, как, что вообще делать, чтобы продавать своё творчество и чтобы людям это нравилось. Этим людям я просто, наверное, очень сильно благодарен, они дали мне как раз-таки, наверное, мотивацию работать, и вот благодаря им на данный момент я имею то, что я имею сейчас, а именно ТикТок на 780 тысяч, Инстаграм на 46 тысяч, вот Ютуб на 70 тысяч вообще, это просто гигантские цифры даже для меня сейчас. Также, ребят, многих интересовал вопрос, что у меня за голос, как я его делаю и прочее, что за программы. Скажу так, программ я не использую, но если вам интересно вообще то, как я научился, в принципе, владеть голосом, интонациями, в принципе, всякие другие штуки интересные связаны с типа дикторским голосом, то напишите это в комменты, если вас будет достаточно много, то я сниму отдельный ролик про то, в принципе, как я учился работать с голосом и что мне это дало в дальнейшем. А следующую историю, я думаю, вы уже прочитали в названии ролика, да, у меня были времена, когда я воровал материалы. Но, ребят, это не было то, что я воровал миллионами просто там гигантскими коробками или еще чем-то. Нет, я таким никогда не занимался, магазины, где я это дело называть не буду, как бы, ребят, извините, но больше я так не делаю. Когда я еще был студентом, который вообще ничего не зарабатывает, то есть у меня не было ни работы, ни стипендии, я еле как там сводил концы с концами, но рисовать-то мне хотелось. Поэтому иногда, заходя в какие-либо творческие магазины, там, пару маркировочков мог, типа, себе чуть-чуть взять, там, пару тюбиков красочки. А еще, наверное, многие из вас знают, есть такие маленькие тюбики акрила, маленькие тюбики масла, я их называю пробниками. Так вот, эти пробники чаще всего я как раз-таки и подрезал. Самое сложное было подрезать холсты. У меня получилось это один раз, да и, в принципе, пробовал я это один раз, потому что что-то, ну, все-таки для меня это тоже как-то, ну, знаете, достаточно такая неприятная ситуация. То, что, вот, ёо, чувак, ты же вроде не какой-то там наркоман или кто-то еще, ты же можешь заработать и купить это. Ну, благо я это понял и больше я такого не делаю. Ребят, не делайте такого. Воровать в магазинах это плохо. Вас накажут, по-любому спалят. Тип, я просто был молодым и глупым. Мне как бы было 17 лет на тот момент, потому что я закончил школу в 17 и не знал, что мне вообще делать дальше. Потому что все эти ЕГЭ, не ЕГЭ, а ЕГЭ я сдал достаточно плохо. Хотя мог лучше, но мне было так впадло, потому что действительно я просто элементарно не знал, чем я хочу заниматься. Все мне говорили, иди будешь инженером, сдавай физику, сдавай прочее. Но вместо физики я пошел пить пиво с пацанами и я даже не сдавал. Поэтому вот, ребят, всегда прислушивайтесь к себе. Не слушайте левых людей и двигайтесь в том направлении, которое интересно вам. Иначе работать в той сфере, которая вам абсолютно неинтересна, ну, это такое себе, это не прикольно, как по мне. Ну, и последнюю историю на сегодняшний ролик я бы хотел вам рассказать про свой первый так называемый бизнес. Еще, когда я учился в школе, я, как вы уже могли понять, достаточно неплохо шарил во всяких штуках, типа там векторной графики. Я умел там рисовать какие-то простенькие чертежики и прочие штуки. А у нас школа сотрудничала с одним местом, где как раз-таки было оборудование типа 3D принтеров, лазерных граверов и вот всяких таких прикольных штук. На которых я, как раз-таки, что-то по каким-то обстоятельствам научился работать. У меня это очень хорошо получалось, я в этом действительно разбирался, я понимал, что я делаю. Ну, и, естественно, так я был школьник, материал, как бы, для работы халявный, оборудование халявное, мне, в принципе, ничего не надо было делать. И я решил на этом вот заработать. Когда я только пришел учиться 3D печати, мой наставник, чел, если ты это смотришь, дядь, респект, дядь натуре, ты крутой. Короче, он уже, ну, несколько дней этим занимался, и он уже, в принципе, разбирался, что куда нажимать, что у кого делать. Ну, и тогда, естественно, 3D печать, это уже была такая технология, ни у кого нету. Мы первые. Мы печатали чехлы на айфоны пятые и продавали их по полторы тысячи рублей. Чтобы вы понимали, это просто пластиковая накладка за полторы тысячи. Это как раз-таки был, наверное, мой первый бизнес, потому что мы их продавали и делили выгоду пополам. Ну, а в дальнейшем Леша уже понял, что можно резать ножички из CSGO, можно делать брелочки этих самых ножичков из CSGO и продавать это по небольшой такой копеечке. Я даже выигрывал какие-то грантовые проекты, связанные как раз-таки с сувенирами и прочей такой штукой. Я печатал магнитики, резал брелки и всякую-всякую-всякую такую прикольную штуку. Ну, и, естественно, для школьника это были уже неплохие деньги. Я на этом, там, мог покупать себе скины в CSGO. Да, я на тот момент играл в игры, и у меня был достаточно неплохой инвентарь. Я даже, помню, одному своему кентосику задарил АВП Азимов на тот момент. Это была очень неплохая пушечка на день рождения, благодаря как раз-таки вот таким штукам. Да, это было клево, это было прикольно. Мне иногда даже сейчас хочется вернуться во времена школы и заниматься подобными штуками. Потому что сейчас у меня есть куча проектов в голове, как раз-таки нацеленную на такую штуку. Но как-то ни времени, ни связи у меня, в принципе, в этой индустрии не осталось. Поэтому руки у меня до этого не доходят. Но, может быть, когда-то, когда-то, благодаря тому, что я сейчас, все-таки, блогер, это все приведет к чему-то крутому. И вы, наверное, тоже увидите результат того, что таится у меня в голове. Ребят, а также я бы хотел вас попросить. Я хочу сделать Q&A ролик. Уже несколько лет я хочу его сделать, но все никак не могу найти нормальные вопросы. Я вас попрошу, пишите в комментариях вопросы, которые вам действительно будет интересно услышать от меня. И я сделаю такой, думаю, даже большой Q&A ролик на этом канале. Он будет одним из следующих, где буду сидеть и отвечать на ваши вопросики. Я об этом очень давно думаю, но как-то у меня это не получается. Все, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на это видео, пишите ваши комменты, советуйте мой канал друзьям. Возможно, уже скоро мы дойдем до этой заветной цифры в 100 тысяч подписчиков. Вот такая вот работка клевая у нас получилась. С вами был Леха. Все, я жду ваши вопросы в комментариях. Следующий ролик уже совсем скоро. А теперь посмотрите, какой классный результат. Да, это просто шикардос. Блин, мне мои последние идеи дико вкатывают. Все, ребят, еще раз всем спасибо. Пока!